Как выйти из любой ямы? Особенность ямы заключается в нескольких моментах таких, наверное нужно сначала вопрос задать, еще вопрос, ага, в данный момент нахожусь в яме, в вате, жизнь моя как холодец, ни работы, ни идеи и бизнес мужа тоже не идет, почему не идет, возвращаемся к тому, что я говорил в начале, я к тому, что перестала все радовать, эмоции вообще исчезли, а как без них радоваться и удивляться, ощущение пустоты внутри, может кот или слово волшебное подскажете, почему у человека не получается, откуда берется вот это состояние такое, оно берется, потому что человек начинает ставить программы ненависти, то есть откуда деваются силы, человек очень часто насмотрится какой-нибудь фигни, после этого допустим там трансерфинг реальности и так далее, и после этого устанавливает программу и делает так, там скоро я заработаю миллион долларов в США, или у меня уже есть миллион долларов в США, а человек работает на обычной работе, вся его энергия начинает на протяжении суток постоянно идти туда, для того, чтобы реализовать это, или допустим там, чтобы эта зина сдохла собака, после этого эта зина начинает болеть, а энергия того человека, кто поставил эту программу, она должна расходоваться именно на реализацию данной программы, потому что в сердцах сказала, после этого реализация программы начинает идти, и нужно энергию отдавать, энергия начинает отдаваться, человек начинает себя плохо чувствовать, исчезают силы, исчезают возможности и так далее, именно поэтому я часто говорю, что для эзотерика очень важно быть добродушным человеком, всепрощающим, не быть вредным, злым, не ставить вот таких программ проклятий, которые могут потом забрать всю силу, все-таки вернемся. Андрей Андреевич, не сочтите за наглость, если можно, подскажите идею, как заработать тяжело и так далее. Давайте я вам расскажу, как выйти из любой ямы. Первое, вы должны знать, что в яму человек попадает в случае, если он начинает жаловаться, что необходимо сделать для того, чтобы выйти из любой ямы. Итак, первое, что необходимо запомнить, ваших врагов лицо, вы должны их знать. Первое, никого не осуждайте, никого не критикуйте и никому не жалуйтесь, а еще не пейте алкоголь. На время, пока вы находитесь в яме, в долговой яме, в денежной, еще в какой-то, помните, не совершайте четырех ошибок, не осуждайте, не критикуйте и никому на свою судьбу не жалуйтесь, ну и не пейте. Второе, не жалейте себя ни в чем. Третье, найдите идею, ради чего вы бы хотели жить. Ради детей, ради семьи, ради светлого будущего в стране, не знаю, там, ради спасения мира от коронавируса и так далее. Дальше, четвертое, чтобы выйти из ямы, вы должны поставить себе задачу, каждый день с кем-либо знакомиться. Обязательно каждый день находите себе очередного друга, с которым вы будете общаться ни одного, ни двух, 365 дней, 365 друзей. Если вы познакомитесь, я вам говорю, как человек, занимающийся эзотерикой, занимающийся магией много лет, и в прошлых жизнях этим занимался. Я могу сказать вам, что в случае, если вы каждый день будете знакомиться с человеком чужим и делать из него, или быть для этого человека в дружбе, то на протяжении одного года вы будете богатыми людьми. Недостаточно просто пообщаться, нужно быть, нужно дружить, нужно перезвонить, нужно сказать, как дела, нужно периодически общаться с этим человеком, дружить их. Чем больше друзей у человека, тем больше шансов выбраться из ямы. Дальше, пятое, покрасьте волосы и начните петь и танцевать. Почему? Я об этом рассказывал на семинаре, который называется «Эзотерика для бизнеса» проходить. И самый сложный путь для того, чтобы вырваться из любой ямы, человеку необходимо преодолевать страх. Потому что страх это то, что удерживает человека в этой яме. Именно поэтому я могу еще раз прочесть, как выйти из любой ямы. Вам нужно не осуждать, не критиковать, не жаловаться, не пить. Второе, нигде не критиковать. Знаете, чем мне не нравятся люди, которые говорят о том, что они христиане, которые пишут мне посты под моими видео, там, покайся, там, ты козел, идиот и так далее. Я же не могу понять, что это за христиане, которые не знают, что в свое время сказал Иисус Христос. Он когда-то сказал эти слова, возможно, не точно, помню, что от Матвея, по-моему, 7.1. И он сказал такие слова «Не судим, да не судим будешь». Ибо тот суд, который ты проводишь над людьми в этом мире, будет оказан по этому суду, и судить тебя будут на небесах. Ну, я так, как русский мальчик, сказал своими словами. Я, конечно, не поклонник ни христианства, ни любой другой религии, хотя я верю в Бога. Я могу сказать, что само понимание того, что человек, который занимается или проповедует такой светлый, истинный христианский путь, говоря о том, что я идиот, козел, там, и всех тащу в ад, должен, наверное, вспомнить об основных заповедях, которые говорил их персональный Бог, которого звали Иисус Христос. Но как же человек может критиковать даже человека, который делает какие-то там правильные или неправильные поступки? Он не умеет и не должен этого делать, не осуждать, не критиковать, ничего остального делать. Конечно же, мне непонятны батюшки, которые, начиная выступать, начинают критиковать свою паству, критиковать власть или говорить о том, что кто-то хороший, кто-то плохой. А как же основной, основная заповедь, как бы основная идеология, она должна быть связана с основной идеей, которая была высказана в словах, знаменитых словах, и знаменитого Бога, которому они служат. Ну вот так, в общем-то. Разве можно быть людьми, которые осуждают? Нужно спрашивать, вы христианин, да? Ну тогда вы не будете осуждать, иначе попадете в ад. Я в ад не попаду, в него попадут только люди, которые не христиане, а также люди, которые там не молятся и так далее. А я христианин? Нет. И я в ад не попаду. Почему? Потому что я верю в перерождение. Дальше. Поэтому моя судьба будет другой. Умерев, я буду возрождаться и так далее. Дальше. Как выйти из любой ямы, еще не жалеть себя, найти идею, ради чего жить, найти как можно больше друзей, покрасить волосы, научиться петь и танцевать, много действовать, преодолевать страх. И седьмое я дам, первопричина любого действия, желание. Смотрите. Научитесь желать страстно. Это дает силы все изменить. Именно поэтому желайте страстно, старайтесь желать страстно. Если у вас есть желание, но страстно, оно обязательно у вас исполнится.